продолжаем рассматривать те функции те возможности которые помогут нам приблизиться к созданию мультфильма или какого-то ролика для ролика нужно будет именно окружение погнали рассматривать как это сделать такой вот вариант есть удаляем куб делить на клавиатуре следом добавляем находим мэш находим план вот такая вот штука появляется и теперь нажимаем с 50 и enter вот так увеличился план вот такая у него стала площадь многовато наверно давайте немножко control z и немножко сделаем его поменьше допустим с 20 enter смотрим как теперь ну вроде бы пойдет что теперь нужно сделать это добавить подразделение вот этому плану нажимаем там 7 на нампаде допустим верхний вид находим теперь edit mode или клавиша табуляция ждем немножко сейчас все это дело переключится и добавляем именно подразделение добавляем фейсы и так edge и сабдивизии вот они нажимаем появляется вот здесь вот панелька такая и открываем и добавим здесь сделаем 100 и enter вот так все это дело подразделилось теперь следом заходим опять же в object mode вот такая штука добавляем теперь модификатор всему этому делу заходим модификаторы это модификатор и находим дисплей вот этот модификатор нажимаем new и заходим теперь в текстуры вот этот вкладка квадратиками так смотрим что тут есть дальше мотаем смотрим как да что нажимаем находим клоуд вот это вот и вот такая штука получается заходим опять в модификаторы и вот здесь вот можно понизить вот этот бугристость вот так вот ну где-то вот так вот поставить уже прикольно так теперь применяем модификатор жмем apple и заходим теперь в object и находим сейт шейт смут делаем всему это сглаживание в прошлом ролике я его не сделал ну вот теперь вроде симпатично надеюсь но теперь нужно все это дело подкорректировать все это дело исправить чуть-чуть делать где-то прямую дорожку где-то вид какой-то создать и просто слишком много бугров что будем делать так нажимаем 0 на нампаде нужно сначала давайте камеру вот вот эту камеру семерка на нампаде и поставим ее как бы нам хотелось это нажимаем допустим transpose вот так его устанавливаем и вот так вот передвигаем смотрим 0 на нампаде как все установилось g вот так его можно выставить вот таким образом все вот зафиксировано вот такая вот такой вот вид 0 ну и можно еще дальше и отвести смотрим опять же 0 ну и опять же управляем где-то ну давайте вот так его поставим что нам тебе нужно нужно настроить именно вот эту вот часть нажимаем допустим единица переключаемся на план щелчок левой кнопкой мыши заходим теперь вот здесь нажимаем на пропорционал edition object ставим нажимаем чтобы работала заходим теперь в эту функцию нажимаем так сфер и находим что у нас тут еще не включена глобал вкус находим edit mode и вот теперь можно включить connected онлайн он ли вот это строя ставим теперь 0 на нампаде вот вид из камеры камеру можно привязать какой-то точке там кость добавить где-то потом поставить и в н панели поставить выручку здесь вот и поставить привязка камеры вот эту вот звук камер вот эту вот галочку допустим н панель и привязать ее к чему-то по прошлым роликам это уже выделяете допустим добавляете какой-нибудь объект ну допустим кость нажимаете на нее потом нажимаете на камеру и вот привязку делаете так что еще дальше будем делать это включаем мов когда мы здесь переключились на сферу и поставили вот эти все функции смотрите что происходит нажимаем допустим на какую-нибудь вершину и вытягиваем видите ничего не появляется ставим опять сфер и включаем вот эту функцию вот теперь появляется у нас вот такой кружок не знаю видно вам его нет вот он вот такой кружок его можно нажатой левой клавишей удерживать и крутить колесико от себя уменьшает на себя прибавляет и вот теперь все это дело можно вот так вот выбирать вершины и вот так вот это все дело моделировать уменьшать вот так вот допустим еще где-то тут взять вот тут взять вот так где-то увести в бок ее сдвинуть где-то еще тут подкорректировать сделать более-менее бугры такие прикольные вот так как-то все это наплываю наплавлять где-то тут вверх поднять вот этот бугор теперь можно вообще чтобы он не мешал камере припустить здесь тоже припустить а этот увести допустим так в бок ну и тоже немножко опустить вот эти бугры тоже не надо чтобы они были вот так можно теперь нажать и колесико уменьшить вот так и уже вот так вот вершины здесь подкорректировать чтобы они более-менее напоминали горизонт как-то сильно ровно их тоже не надо делать все-таки горизонт он тоже неровный вот как-то так выбираем где-то точку где-то вот эту где-то вот так прибавляем ну словом вот такой пейзаж это вот так вот чуть-чуть еще можно вглубь увести вниз как бы впадина чтобы потом тени падали так я долго наверное все это дело моделируем так ну ладно для объяснения пойдет select box теперь нажимаем так мод смотрим как все это дело вышло и теперь нужно именно подгрузить текстуру вот этой всей площади 0 на на моде select box заходим в материалы материал properties нажимаем жмем new теперь заходим внимательно смотрите куда это вот base color так что-то у меня тут закрутило занесло сейчас немножко подожду не надо вот не надо этого вот и вот теперь base color нажимаем находим image текстур и подгружаем вот здесь вот внизу base color вот именно папка есть и нажимаем на папку подгрузим какую-нибудь текстуру так это находим у меня на рабочем столе если у вас не видно вот этого то это вот здесь вот ставьте горизонтально вертикально ну большие маленький короче список и так далее так ну попробуем вот эту текстуру сначала вот таким вот образом и переключимся на рендер вот этот на вторую так вот такая подгрузилась текстура 0 на нампаде мы не в том направлении походу она лежит не беда давайте подгрузим другую вот эту текстурку вот вот это уже более-менее вот такая штука 0 на нампаде следом что нам нужно сделать это можно все пока уменьшить вот таким образом и нужно подключить теперь нот заходим в этот нот находим так преференции и заходим в аддоны аддон как у меня сегодня медленно работает чё то и в аддонах находим импорт экспорт так где он тут маски тип импорт экспорт вот он импорт экспорт импорт импорт имидж с планис этот аддон ставите галочку и здесь вот авто сохранение или сейв преференции ставить чтобы сохранить и заходим теперь файлы и находим импорт и у нас появляется иметь с планис вот этот импорт картинки нажимаем иметь с планет так теперь здесь смотрим ставим эмит так принципе ничего такого больше настройки в принципе нормальный заходим в десктоп и находим допустим следующую нашу картинку так какую бы взять ну вот пойдет наверно вот это и импорт плэнесс сейчас он подгрузит так смотрим вот она картинка появилась один на нампаде и жмем английская с вот она включена так этот план пока можно отключить и жмем английскую с и вот так его увеличиваем еще с вот пока появилась картинка теперь план можно включить единица на нампаде и давайте все это дело поднимем так камеры немножко сбилась ничего мы потом поправим поставим как надо и вот этот план семерка на нампаде немножко перенесем вперед что такое ctrl z картинку выделяем что-то у меня сегодня гон идет да что такое вот так вот картинка подгруженная один на нампаде и теперь ее можно приподнять установить где-то вот так 0 на нампаде смотрим что да как картинку можно немножко отрегулировать 0 на нампаде тройка на нампаде вот чуть-чуть она перекрутилась ничего подправим и подвинем вот так вот к плану 0 на нампаде вот так и все это дело можно расширить немножко вот таким вот образом ну и теперь немножко g включаем камера вот так вот ее устанавливаем вот так теперь можно переключиться на план так на картинку и картинку немножко внизу так вот потянуть немножко тройка на нампаде немножко ее как-то посмотреть подгадать вот так вот будет наверно нормально установлено ну вот такой вариант именно окружение здесь уже могут происходить какие-то события также за место картинки можно поставить карты пространства и по круговой будет все это дело проецироваться также здесь вот допустим история маленький принц можно на вот этой площади разместить самолет летчика там по сценарию истории книги также лиса и маленького принца и все это дело санимировать как-то это преобразить и будет камеры работать допустим с нескольких точек все это дело снимать вид спереди вид сбоку все будет еще ролик именно как использовать и переключаться между несколькими камерами это я потом сниму ну а теперь давайте рендер посмотрим да ноль на нампаде вот так все это дело выглядит нажимаем сначала на настроить заходим вот в эту функцию нажимаем допустим output вот эту нажимаем папку и находим десктоп чтобы сохранять именно рендер на рабочий стол ставим не png допустим а jpeg можно png оставить но jpeg можно поставить тоже ну и в принципе ничего тут такого настраивать больше не надо заходим теперь в рендер и рендер и имейджин нажимаем смотрим ждем вот такая вот картинка получается вот такой вот будет именно вид из камеры и персонажи тут могут ходить короче события тут могут разворачиваться барханы не обязательно делать можно вот сделать как на картинке и ровную вот эту вот поверхность добавить траву это прошлый ролик добавить где-то деревья в деревья можно так установить уже самому не обязательно добавлять через частицы их вот траву можно добавить через через частицы потом что тут еще можно облака добавить где-то на передний план чуть их вывести ну и в принципе вот здесь могут разворачиваться неплохие события но настройка камеры это уже рассмотрим в следующих роликах еще много чего будем рассматривать идти именно ближе и ближе уже конкретной цели это ролик или мультфильм все всем пока до свидания это то есть и и и Продолжение следует...